Ну, во-первых, учения все время идут. Если мы говорим об угрозе со стороны Белоруссии, так я думаю, на сегодняшний день угрозы со стороны Белоруссии минимальные. И это потому, что все-таки россияне отобрали у Белоруссии амуницию, боеприпасы и технику для того, чтобы дальше воевать в Украине. То, что сейчас происходит учение в Белоруссии, это, опять же, нормальные, должны быть нормальные учения, как и всегда. Но, с другой стороны, все-таки диктатора Лукашенко нужно вспомнить, что в Украине от россиян защищают Украину также и белорусские добровольцы. И один день они вернутся, и они будут очень хорошо подготовлены, и они будут очень против Лукашенко. Поэтому, я думаю, просто сейчас диктатор понимает, что он вляпался и ищет какое-то, как что-то сделать, чтобы он остался на посту. Кто хочет верить Лукашенко, тот и будет верить. Но, с другой стороны, если ты хочешь кого-то убедить, ты должен хоть на том языке говорить, на котором говорят люди, которых ты хочешь убедить. Ну, а третье, ну, все-таки ему нужно быть реальным и логическим. Что может сделать Лукашенко, о каком сваловском коридоре он может говорить? Он хочет присоединить Калининград к Белоруссии или что он хочет сделать? Поэтому, ну, везде должна быть какая-то реальность. То, что миролюбивость, то, что мы такие злые литовцы, все западные страны такие плохие. Во-первых, он с больной головы на здоровую все перевел. Мы все-таки увеличиваем бюджет обороны, не нападания обороны, потому что Россия начала войну в Украине. И потому что Россия использовала Беларусь как плацдарм для наступления на Украину. И потому что Лукашенко вел гибридную войну против Польши, Литвы и Латвии, когда нелегальных мигрантов нас посылал. Поэтому, ну, все-таки нужно посмотреть на это все-таки так логически. А то, что Лукашенко говорит, что он такой белый, такой весь пуховой, как его собачка на коленях, ну, нет. Все-таки это человек, диктатор, который очень жестокий. И все-таки нужно смотреть на вещи, как они есть. Вообще Лукашенко не есть самостоятельный. И армия Беларуси все-таки, она практически интегрировалась в армию России. Если мы посмотрим то, что Финляндия стала страной НАТО, и то, что сейчас россияне должны как-то сделать армии корпуса своих солдат, как-то откуда получить и поставить на границе с Финляндией. Так естественно, что Лукашенко должен компенсировать это на своей границе. То, что поставили какие-то противовоздушные комплексы, радиоэлектронные борьбы комплексы, но это тоже нормально. Всегда это было. Что-то нового здесь нет. И эти РЭБы, радиоэлектронные борьбы, системы, они работали перед этим. Поэтому что-то здесь опять паниковать, бегать, прыгать и плакать точно не надо. Просто что видно, что Лукашенко боится. Лукашенко уже чувствует, что смерть не за углом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова